Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги царей, первой книги царей, или первой книги царства, как она называется в традиционных переводах. В моем переводе для библейского портала экзегет, давайте ее немножко почитаем. Эта вторая глава начинается с удивительного гимна. Ханна, мать Самуила, отводит своего мальчика, которого она вопрашивала у Бога, в святилище, в городок Шило, где стоит Скиния, где находится ковчег, и отдает его. И радуется, потому что, да, ее любимого сыночка с ней больше не будет рядом, но он будет с ней вот на этом расстоянии, он с Богом, а значит и с ней. Ханна молилась так. Сердце мое о Господе поет, Господь высоко вознес мою мощь, пред врагами издам я победный крик. Радуешь, что избавил ты меня. Кто свят, как Господь, подобного тебе нет. Иной твердыни, как Бог наш, нет. Немножьте гордых, гордых речей. Дерзкие слова да не слетают с уст, ибо Господь – всеведущий Бог. Поступки людские на ладони Его. И ломаются луки богатырей, а бессильные облекаются в мощь. Кто был сыт, работает за хлеба кусок, но отдыхает тот, кто страдал. Бесплодная родила семерых, а многодетная зачехла одна. От Господа людям и смерть, и жизнь. Он низводит в огроб, он выводит на свет. От Господа богатство и нищета, и унижение, и почет. Из праха и пепла он вознесет бедняка, среди князей усадит его. В наследие даст им славный престол. У Господа – основание земли, он вселенную на них утвердил. Шаги святых укрепит Господь, а беззаконно изгинут во мгле. Несобственной мощью силен человек. Кто противится Господу, тех он поразит. Голосом грома грянув с небес, он будет судить все концы земли. Придаст он силы царю своему. Мощь помазанника своего вознесет. Я не буду даже комментировать отдельные строки этого гимна. Он прекрасен. Я напомню, что он, конечно, очень напоминает и песнь Богородицы, и из Евангелия от Луки, и многие другие тексты из Ветхого и Нового Завета, где основная мысль очень ясна. Господь унижает и возвышает. И человек, который совершенно ни на что не рассчитывал, вдруг оказывается в изобилии, в благополучии, в достатке. А человек, который хвастался своим высоким прекрасным положением, вот как раз у него-то все плохо. Это тоже одна из основных тем этой самой книги. Но самое главное, с чем нужно разобраться, прежде чем строить государственность. Самуил будет тем человеком, который фактически сделает израильский народ государством. Нужно понять, что происходит в самом святом месте. Вот рыба гнет с головы. И безобразие, которое творится в израильском народе, книга «Судья» о них очень много рассказывает, они начинаются с того, что должно быть светильником Израилю, со святилища. «Илкана с Ханной пошли домой в раму, а мальчик остался служить Господу при священнике Эли». Опять-таки, мы читали в первой главе, что Эли был не очень внимательным и чутким священником, но это ладно. Много кто не очень внимателен и чуток. А вот как священник-то он как себя ведет? «Сыновья Эли были людьми никчемными и не хотели знать ни Господа, ни священнического долга перед народом». Вот очень хорошая формулировка. При этом они служили, да, вот чего ж не послужить-то Богу, если это прибыльно и почетно. «Когда кто-то приносил жертву, то пока еще мясо готовилось, приходил священнический слуга с трезубой вилкой в руке, тыкал ей в котел или в кастрюлю, или в сковороду, или в горшок, и что бы ни подцепило вилка, то священник оставлял себе». Да, жертвоприношение, напомню, режется животное, часть сжигается на жертвенники, остальное – это трапеза для угощения всех. И понятно, что священников, наверное, тоже приглашали, но здесь он приходит просто как хозяин, этот слуга. «Так обходились они со всеми израильтянами, приходившими в шило, и даже еще до того, как сожгут на жертвеннике жир, подходил священнический слуга к тому, кто приносил жертву и требовал, дай священнику мясо на жаркое вареное, он брать не станет, а только сырое». Жареное мясо ему больше нравится, поэтому еще даже жертву не принесли, а он уже себя обеспечил, первым делом себе, любимому, в рот. И когда человек отвечал, «пусть только сначала сожгут жир», то есть принесут жертву Богу, а потом «забирай, что только пожелаешь», что он отвечал, «нет, именно сейчас, а если не дашь, то возьму силой». Вот простейший принцип, да, человек сперва себя обеспечивает, потом уже чего осталось Богу дает. «Огромен был грех этих юношей пред Господом, люди с презрением относились к Господней жертве». Ну а как к ней еще относиться, если очевидно это средство просто обеспечить людей, которые совершают эту жертву свежим мясом? «А Самуил служил Господу, отрок одет и в льняное фод». И фод – некая особая одежда, причем из льна, которую носит священник. И вот эти самые безобразненькие молодые, что хотят, то и делают, а Самуил – ну просто мальчик, который там где-то рядом, и все это параллельно, да. Он даже не обличает этих людей, даже не пытается противостоять им, он просто служит Богу. «Верхнюю одежду ему шила мать, приносив из года в год, когда они с мужем приходили для ежегодной жертвы Господу». То есть раз в год он велелся с мамой. Вроде бы трудно, печально, но для него вот это была такая жизнь. «Или благословлял Улкану и его жену так, да даст тебе Господь потомство от этой женщины вместо сына, которого вы передали Господу». То есть похоже, что других детей все-таки не было. Она отдала единственного. И они возвращались к себе. «Господь посетил Ханну уже после этого, да. Она зачала и родила еще трех сыновей и двух дочерей. Мальчик Самуил рос у Господа». То есть важно, что вот здесь это отделено. Сначала детей нет, потом они появляются. Важно, что они отдали не под условия. Они отдали не с тем, что у них еще родятся. Отдали как бы не зная, что будет дальше. Ну а теперь про, соответственно, то, что творилось в святилище. Или был уже очень старт. Он слышал обо всем, что творили с израильтянами его сыновья, и что они ложились с женщинами, прислуживавшими у входа в шатер собрания. То есть еще и это они там вытворяли. Они только мясо себе добывали, но и женщин. Он спросил их, что же это вы творите. «Вот какие слова я слышу о ваших дурных поступках от всего народа. Нет, сыновья мои, недобрые вести доходят до меня. А ведь их передает народ Господень. Если кто согрешит против человека, то Бог может за него заступиться. А если человек согрешит против Бога, кто тогда вступится за него? Но не послушали они слов Отца своего, ибо Господь уже судил предать их смерти. А у Этрак Самуил постепенно вырастал, и был он хорош и для Господа, и для людей». Вот параллельно развиваются, да, две истории человеческих пока не пересекаются никак. «Пришел-ка ли Божий человек и передал ему, что говорит Господь? «Разве не отеческому твоему роду открылся я еще, когда вы были в Египте у фараона». Имеется в виду род Аарона, да, то есть те, кто и становился священниками. «Я избрал этот род из всех племен Израилевых себе во священники, чтобы он восходил к моему жертвеннику, чтобы воскурел благовоние, чтобы носил и фод предо мною. И все жертвоприношения сынов Израилевых я поручил роду Отца твоего». «Вы привилегированные люди». «Чего еще вам надо? У вас все это есть». «Что же вы попираете жертвы и дары, заповеданные мной для святилища? Ты чтишь своих сыновей превыше меня, сжирея от лучших приношений народа моего Израиля». «Вот каково пророчество Господа, Бога Израилева. Я и в самом деле обещал, что твой род, род предков твоих, вечно будет предстоять мне, но теперь пророчество Господа прочь от меня. Я чту почитающих меня, презирающих меня проклинаю. Грядут времена, когда истощу я твою силу, силу твоего отеческого рода, и до старости никто в нем не будет доживать. Ты увидишь бедствие в святилище, и пусть благо будет Израиля, но никогда уже не будет в твоем роду старца». То есть все умрут молодыми. «Впрочем, не оставлю жертвенника, своего беспотомка, в твоих глазах твоем на муку, душе на страдания. Но все, кто родятся в твоем роду, умрут в расцвете лет. И вот знамение, которое коснется обоих сыновей твоих, Хофни и Пенхаса. В один день умрут оба. Воздвигну я себе священника верного, по сердцу будут мне его дела, по душе и род его я укреплю, и будет он предстоять помазаннику моему. И кто бы ни остался в твоем роду, придет к нему с поклоном ради кусочка серебра, ради хлебной лепешки, и попросит, поставив меня на какое-нибудь священническое служение, чтобы мне было чем прокормиться». Очень жесткое, конечно, обличение. То есть было обещано, что именно потомки Аарона, в том числе Эли, будут священниками при Скинии, и это обещание никуда не уходит. Но Эли это уже не обрадует. Будут умирать молодыми, и это все будет только для формы, в общем-то. А настоящий священник будет другой. И это, кстати, Самуил, хотя Эли этого еще не знает. За что же ведь Эли ничего плохого не делал? Ну, может быть, он там в первой главе немножко грубо ответил Ханне, матери Самуила. Ну, мало ли, грубо ответил, подумаешь. Так ведь мы видим очень простую ситуацию. Безобразничают его сыновья. Он ничего не делает, чтобы это прекратить. Он знает об этом, он их упрекает. Они на это никак не реагируют. И у него, наверное, есть возможность, как у отца, на них воздействовать, по крайней мере, их прогнать. Он этого не делает. Он считает, что все как-нибудь устроится, что он им сказал, он ни в чем не виноват. Вот если человек не пользуется своей властью, там, где он может ей воспользоваться, чтобы прекратить безобразие, он берет на себя полную ответственность за то, как эти безобразия творятся. До Илея-то, кажется, не сразу дошло, но вот в третьей главе мы прочитаем, как об этом еще раз ему будет сказано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok